А сфера нефтегазодобычи, геологоразведки, сервиса месторождения по-прежнему остается одной из приоритетных. В нефтяной отрасли трудятся десятки тысяч тюменцев. И в России разрабатывается энергетическая стратегия страны до 2035 года. О том, надолго ли нам хватит разведанных в 20 веке запасов и как лучше распорядиться самой богатой в России кладовой, мы поговорим с генеральным директором Сибирского научно-аналитического центра, заслуженным геологом Российской Федерации Анатолием Брехунцовым. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Но сейчас на Западную Сибирь вновь делается основная ставка, когда вот еще недавно вроде на Восточную Сибирь делали. Что, Восточная не оправдывает ожидания? Да нет, в конечном итоге в нашей стране существует 8 нефтегазоносных провинций, в том числе Западная Сибирь и Восточная Сибирь. Ну и как рассматривать в динамике исторически, то каждая эта провинция в свое время играет определенную роль. Сначала там это Северный Кавказ и Баку, затем Поволжье, затем Западная Сибирь. И в конечном итоге страна должна готовить свое будущее и заниматься Восточной Сибирью. Это все как бы логика, да, она должна быть вот так развиваться. То, что касается Западной Сибири, на самом деле из этих вот провинций Западная Сибирь, неусловно, самая богатая. И вот природа, вот России здорово повезло, что природа наградила вот этой такой провинцией, и что нам здорово повезло, что мы живем здесь, в этой провинции, и в какой-то степени соучастниками вот этих всех вещей. То, что касается вот ее роли, сегодня все признают и признавали о том, что Западная Сибирь сегодня, это вчера, сегодня еще на долгие годы будет ведущим этот регион, где будет добываться нефть, особенно газ. То есть это 50 лет, там 70 лет, и она реально просматривается, вот такая ведущая роль Западной Сибири. Но совсем недавно говорили, что у нас нефти-то и газа совсем нет, вот-вот она закончится. То есть буквально 50 лет, и все-таки, это говорят, что пессимисты, и все? На самом деле, это и есть то, что вы говорите, народ пессимисты и оптимисты, да, те, которые один стакан налит наполовину, тот говорит, не допит, не дарит, и тот говорит, не этот, этот. То есть это на самом деле так. То, что касается по нефти, сегодня все мировое общество признает, что это нефти очень много, и мы знаем, недавно началась активная разработка сланцевой нефти в Америке. Мы к этому делу начинаем подходить. Ну и еще будут и другие там эти объекты, которые будут со временем давать. Поэтому на сегодняшний день нефти достаточно много, ее хватит, это в мире там на 100, на 200 лет, так что проблема о том, что нефть истякнет, а сегодня не существует. Ну хорошо. Вот юг Тюменской области, да, если затронуть юг, вот насколько вам перспективен сегодня с точки зрения вот именно поиска новых месторождений? Ну на самом деле, первые нефтяные месторождения были открыты в Преумбе, этот Усть-Балык, этот Мегион, затем Самотлор, этот Федоровский, газовый там на севере, этот Ямбург, Уренго, этот Заполярный. Ну и как бы то, что касается тех времен, этих Госплановских, в основном работы велись геолого-разведочные там, где были наиболее эффективные открытия. То, что касается вот восточных регионов, западных, ну и южной части, это Западной Сибири или Тюменской области, на них меньше внимания уделялось, хотя они, мы знали и в те времена, что содержат нефть. То, что касается конкретно юго-тюменской области, оценка, она давно определена, ресурс ее составляет более полутора миллиардов тонн, это нефти, ресурсы, это эти. Но сегодня активно, сначала ТНК, теперь Роснефть занимается освоением этих вещей, сегодня Увадский проект активно развивается, годовая добыча уже достигает 10 миллионов тонн, дальнейшим ростом на выходе сегодня Тобольский проект, примерно с такими параметрами. То есть, эта перспектива для Тюменской области добыча вот по этим двум проектам, она вполне реальная, она вполне обоснованная, и она может быть достигнута таких серьезных величин, которые позволяют формировать в области целые направления, отрасли, которые будут связаны с наполнением бюджета. Вот в Западной Сибири, да, все больше внимания и усилий, да, тратится на добычу трудноизвлекаемых запасов, на сколько направление это перспективно сегодня? Ну, на самом деле, это дилектика, это никуда не денешься, сначала вырабатываются наиболее эффективные эти месторождения, залежи, а затем по мере их истощения идут на более геологически сложные эти запасы и ресурсы. Ну, в конечном итоге, сегодня Западная Сибирь как раз подошла к той черте, когда необходимо выдерживать те уровни добычи 300 миллионов, которые сегодня Западная Сибирь ежегодно дает, ну и подходим к тому, что надо заниматься трудноизвлекаемыми. Их на самом деле достаточно много, начиная с глубины 2,5 тысячи метров, 5 тысяч метров, и они требуют дополнительных этих усилий, новых технологий, нового оборудования. Ну, и в конечном итоге государство понимает, вот, сложность в освоении этих месторождений, идет навстречу недропользователям, дает им льготы, подключает институты, академию наук для того, чтобы можно было бы разрабатывать все эти технологии, не все брать от Запада, который там сегодня активно тоже занимается этим вопросом. Есть темы все-таки, которые нельзя уложить в 6 минут, но я думаю, что основные моменты мы озвучили, и это лишний повод нам увидеться еще раз. Спасибо большое за встречу. Всего хорошего вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.